Сегодня снег начал идти с самого утра. За окном густо падали и кружились снежинки, так густо, что сквозь них даже соседнего двора не было видно. Снежинки падают на холодную землю, создавая волшебное зимнее настроение и делают все обыденные наши земные проблемы несоизмеримо маленькими и не столь важными. Все небо и весь воздух были полны снежинок, залепило все. Снежинки летели, падали, кружились и снова падали. Когда снежинки летят, они же ведь как пух. А когда подставишь ладошку и разглядишь поближе, то увидишь звездочки, и все они разные, одинаковых нет. Все уникальные, как понаделывали. В одной смотришь, лучики зубчатые, а у другой острые, прям как стрелки. Но разглядывать их долго не получится. Снежинки быстро тают на теплой ладони. С вершин гольцов открывается великолепнейший вид во все стороны. Куда не бросишь свой взгляд, насколько хватает глаз, вокруг словно безбрежный океан тайги. Море. А много тайн хранит в себе тайга и ревниво оберегает их от человека. Тайга, она всегда загадочная, таинственная. Тайга. И всякий раз находишь в ней что-то новенькое, раньше совсем неизвестное. Неприметное для тебя. Мглистый зимний день, красноватое солнце невысоко висит над лесом. Мороз повсюду развесил свои кружева. Зацепишь ветку, и полетит тебе на голову легкая алмазная пылюка. На елках грозди темных шишек. Прыгают по ним бойкие синички, а внизу на рябине солидно расселись красногрудные снегири. Нигири. Вон ты где. Диск солнца просвечивает светлым пятном сквозь серые облака, которые закрывают весь небосвод тебе. Снег белый. На белу его за эти дни большие пушистые сугробы. Вокруг не осталось ни одного темного пятнышка. Все замело. Морозец так и пощипывает лицо. Но как ни колюч мороз, он бодрит, как те снежинки. И тоже бывает очень даже приятный. Дед Мороз. Все ярко в преобразившейся природе, наполняющей грудь этим волнующим чувством. В воздухе запах снега. Под ногами хрустит снег, а сверху осыпается легкий серебряный иней. Громадные вековые ели, заснеженные от вершин до самой земли, стоят у дороги, как сказочные стражи. Ну, солдатики, меня охранять. Или тайгу, значит. Охраняйте дальше. Снег сказочно нарядил тайгу. Теперь она молчаливая и величественная вся. В новом одеянии. В лесу светло и тихо. Лыжи проваливаются в мягкое снежное покрывало этой снежной целины, по которой трудно идти. Тишину нарушает только лишь шорох лыж, да и дыхание Ефрема. С одной стороны, да, ты почти сирота. И кому там до тебя дела, а? Какое? Но ведь жалко, что так жизнь не сложилась, а? За неудачника вышла замуж. И он гниешь здесь. Но с другой стороны, что? Ты сама не гнила и не? Не? На вовсе. Сегодняшним днем дурные мысли окончательно съели голову Ефрему. Мысли. Мои скакуны. И он не мог больше этого терпеть. И лезут, и лезут. В этот раз он возвращался домой не с пустыми руками, а прихватил с лесопилки тяжелый топор с длинным топорищем для стесывания сучьев на бревнах. Угу. Чтобы большой предмет не сильно бросался в глаза, он решил спрятать его в белый капроновый мешок. С каждым шагом топорище неприятно отбивало по почкам. Туды, сюды. И Ефрем раздраженно рванул его, и перекинул мешок на другое плечо. Левая почка. А там он закурил. Слушался в шум ветра, гуляющего по разбитым чердачным окнам. Ему подумалось, что через центральную улицу лучше не идти. Не. Все дальше от работы он пробирался огородами, огородами, мимо заборов, к своему дому шел. И да ладно бы. Сказала бы. Ну, и черт с ней, но. Да и пусть. Не хай, значит. Но она ж молчит же, а. Еще лицо такое невинное, а. Хе. Такая хорошенькая. Да? А я кто? Их ты, сука. Ладно. Ой, ладно. Так не доставайся же ты никому. И снова с негодованием подумал Ефрем и ускорил свой шаг. Решительно. И вот, оказавшись снова на дороге, он зашел в магазин и купил бутылку пива, чтобы унять усиливающуюся дрожь в руках. А ветер почти утих. Редкие фонари скудно освещали кривую улицу. А со стороны дворов, деревянных двухэтажных бараков, непрестанно лаяли собаки. И вся эта однообразная суета, вся эта дрожь и вечное беспокойство тормозили ощущение самого себя в этом пространстве и времени. Которого зачастую за этой суетой и не замечаешь. Да. Суета, сует. Каждый божий день прям. Пальцовый вает. Наверное, это и дает всем людям то самое успокаивающее ощущение стабильности в этой жизни. Суета, сует. Пустая бутылка осталась так и торчать в пушистом сугробе. А человек с мешком за плечом свернул к своему косому бараку. — Женька! — крикнул он своей жене после того, как обила порог снег и начал развязывать мешок. — Иди сюда. — Покажу тебе чего. — Иди, иди, не бойся. — Я занято, — послышался из ванной писклявый голосок жены, от которого Ефрем недовольно поморщился и только утвердил со своей решительностью сделать свое. Задуманное печать поставил. — Ну, выйди. Выйди хоть на минуту, а? — упрашивал он. — И достал из мешка свой топорик. — Ну, чего тебе надо, а? — Разговор есть. — Да подождешься своими разговорами, — отозвался высокий голос. — Сюда, вышла! — злобно прошипел муж, стараясь громко не кричать. — Ой, иди-ка ты знаешь куда? — Нахуй! — крикнула Женька и сильнее открыла душевой кран. — Хыш ты какая! Махуй-пахуй! Своим помахуй! — Ладно, — вздохнул Ефрем. Разулся и прошел в коридор к закрытой двери ванной комнаты. Он протянул руку к круглой потертой ручке, но та не поддалась. — Забарриканировалась. — Ну, куда ломишься, уродина, а? — Куды? — послышался крик жены. — Я моюсь. Что, до тебя не дошло, что ли? — Занято! — А-а-а! Но Ефрем не стал отвечать. Он хорошенько замахнулся и сбил обухом топора ручку на двери. И Женька от страха аж вскрикнула. А следующим движением Ефрем вогнал острие топора в дверную щель и выломал ее. — Открыем! Жена стояла перед ним в футболке, в трусах и, видимо, наводила марафет на своем лице. И чтобы она не кричала, Ефрем обвил ее голову своей рукою и заткнул ладонью рот. И он выволок свою жену из ванной, протащил по коридору в угловую комнату квартиры и кинул об стенку. Мах! И крик жены раздражающе полоснул по ушам. — Вновь и вновь, значит. И, желая побыстрее это пресечь, Ефрем покрепче замахнулся и изо всех сил, как вдарить стальным острием, метя Женьке прямо в грудь. Но она успела прикрыться рукой, и лезвие топора только перебила кисть и отпружинила обратно. С этим металлическим звуком, видать, по кости пошло. — Может, Женька и закричала бы еще сильнее, но от сильного удара у нее сперло дыхание, и крик на какое-то время захлебнулся. — Угу. — Вот так вот и давай потом этим бесам топоры, да? — устало вздохнул про себя Ефрем. — Угу. — Я же вы только на прошлой неделе вот затачивал. — Что, они хавозди ими там рубят, что ли, а? — Энструмят весь, позатупят мне, а потом маши, плечи тут с этими топорами. И Ефрем ударил обухом топора по второй кисти, чтобы не мельчишило. Развернул топор и замахнулся снова. На этот раз удар перебил ключицу и вошел глубоко под шею. — Вот так. И Женька глухо захрипела, выхаркнула кровавый сгусток и попыталась обхватить обух топора перебитыми своими руками. В ее поднятых на мужа глазах была мольба, горечь и беспросветная грусть. И тут Ефрем вспомнил все прошлое. И в какой-то момент действительно почувствовал жалость к ней. — Нет, это моя слабость. И он вспомнил, как несколько лет назад делал своей любимой Женьке предложение. И она смотрела на него такими же, невинными, немного жалостливыми и растроганными глазами. — Она моет. — И где же все это? — Куда ушло? — М? — Куда-то далеко-далеко. На веки вечное ушло. Все смылось. И больше никогда не видать ему этого искреннего, милого взгляда. Только лишь эту презрение и усмешку. Хм! Во веки веков. И Женька сползла по стене на колени в ангельскую позу. Неподвижную и смирную. И бить ее снова в грудь в таком положении показалось Ефрему неудобным. И он откинул ногой круглый половичок под ногами, оголив старые половые доски с давно потертой краской и широкими зазорами между ними. А потом испугался, что кровь, кровь жены через дощатые щели может просочиться на первый этаж. И на секунду остановился в своих раздумьях. — Посиди, посиди здесь. Отпустил он торчащий из груди топор и вышел в другую комнату. И Ефрем снова зашел в ванную комнату и содрал с перекладины занавеску, висящую в душевой. И эту занавесочку он аккуратненько расстелил на голый пол предусмотрительно. А затем снова взялся за топорище, протащил Женьку по полу, спальни, и положил ее на душевую клеенку. — Сюди. — Ну все, теперь не страшно, — подумал Ефрем и наступил на грудь жены всем весом. Вырвал из ребер топор и замахнулся еще раз. Хруст грудной клетки жены напомнил Ефрему детство, когда он ездил с родителями на загородный участок. Тогда он сбивался в банды вместе с соседскими деревенскими мальчишками и совершал налеты на другие участки, где росли перезревшие кабачки. Эти смешные патиссоны, на НЛО похожие, и маленькие желтые арбузы, и неподвижные оранжевые тыквы. И какое-то было странное удовольствие в том, чтобы убегать с наворованным далеко, далеко, к заброшенной свиноферме, и бить ее об стены с хрустом таким, эти перезревшие овощи и ягоды, которые лопались с характерным звуком. Ефрему даже не было интересно получать адреналин от воровства чужого урожая, нет. Именно ради этого звука весь цимис. Ему хотелось только послушать этот звук, хрустящий, глухой, Немного напоминающий хождение по морозному, скрипучему снегу. Вот точно так было и сейчас. Женькин хруст вызвал приятные ассоциации с детством. И дрожь снова ушла после этого. Хрустнул кабачок. Ефрем улыбнулся. И стер красные росинки, прилипшие к олбу. Он опустил топор на клеенку и устало сел на кровать. Тяжелая дышка и сердцебиение еще долгое время не приходили в норму. Все, надо бросать курить, подумал он с досады. Все, хватит. Но все же он закурил, рассматривая асимметричную, уже тронутую зрелостью, Немного обвисшую грудь Женьки. Повяли помидоры. Все. Но медлить было никак нельзя. Скоро должен был начаться футбол, А всю ночь заниматься избавлением от трупа совершенно ему не хотелось. Весь грудной ливер Ефрем сбросил в пластиковый тазик. А он дождался, пока с него стечет вся кровь, И еще теплую, не успевшую свернуться, Слил ее в унитаз. Ефрем старался не думать об этом. Мысли о реальности он снова заглушил приятными воспоминаниями. И, сказалось бы, совсем недавнего и неясного детства, Где он ходил к соседям в деревне и смотрел, как они режут свинью, Смолит ее щетинистые бока, Обложив тушу соломой. Во-во, точно! Ты как свинью разделывай, ага, и не думай о плохом. А потом сосед вырезал и опустошал свиные потроха, точно, Вымывал из колодезной холодной водой, Вымывал их из-под шланга И вываливал в тазку уже свернувшемуся багряному блину слитой крови. А после соседский сын Антоха через весь большой двор Нес этот таз в хату, А его мать делала из этих свиных внутренностей Ароматнейшую кровяную колбаску, За которую он часто дрался со своим старшим братом. Но на сегодня уже не осталось сил. Хотелось немного отдохнуть И посидеть у телевизора. Но оставалось еще одно дельце. Ефрема беспокоила, что на шуме крики мог прибежать сосед. Четырехквартирный двухэтажный короб старой постройки, Казалось, пустовал весь. Можно сказать, что заселен он был наполовину. И прямо под квартирой Ефрема Жила древняя глухая старушка, Которую тот видел только лишь пару раз в месяц. А в остальное время ее как будто не существовало там. Сиди в той будке. Не выходи. Квартиру возле старушки съехавшие жильцы Какое-то время сдавали. Но сейчас она пустовала там. Но в соседней с Ефремом квартире Жил Аким. Одинокий мужчина средних лет. Был он каким-то неприятным. Слишком добреньким подхалимом. И немного дотошным. Да. И немного навязчивым. Тем не менее, Ефрем поддерживал с ним какую-то видимость, Если не дружбы, То очень тесных и добрых соседских отношений. Соседы. Жведь. Вместе с Акимом Ефрем пару раз был на рыбалке. Ходил осенью за грибами. И еще до женитьбы они вместе ходили на занятия по спортивной стрельбе из лука. М? Спортсмены. Мы. Ефрему стало страшно и жалко. Себя или Акима он еще до конца не разобрался. Сверкнувший в руке нож был подоткнут под ремень за спиною. И глубоко вздохнув, Ефрем открыл дверь своей квартиры и вышел на лестничную площадку. Но стук в соседскую дверь не принес никаких результатов. Хм. Когда надо, никогда. Нема. И у Ефрема немного даже отлегло. Хм. Быть может, сосед еще и не пришел с работы. А если вернулся? Мог ли он специально затаиться там, в своей комнате, и не открывать? А потом Ефрему подумалось. А что, если шум, который он развел в своей квартире, не был настолько громким, чтобы побеспокоить кого-то из соседей? Я же ведь тихонечко. И он аккуратно постучался снова. Но снова в ответ была тишина. Ведь, может, он спит и ничего не слышал? Опять подумал Ефрем. И тихо начал отходить от этой двери. И на какое-то время эта последняя мысль насчет соседа его таки успокоила. И вот утром, еще раз свет не успел запламенеть на заре нового дня, Ефрем открыл глаза. Новый день. Через прорезь плотных штор в комнату проникал яркий свет уличного фонаря. И Ефрем встал и прошел в ванную умыться. Выпотрошенная Женькина туша томно вязла в розоватой холодной воде, словно застрявшая в густом желе. Зрелище было чего-то удручающим и немного отталкивающим. И Ефрем пожалел, что не отмыл и не повесил вчера на место сорванную клеенчатую занавесочку, чтобы оградить себя от воспоминаний о мертвой жене, чтобы не бачить всего этого. На работу Ефрем пришел раньше всех, чтобы также незаметно вернуть отмытый с отбеливателем длинный топор, пока никто не заметил пропажи. Отперев рабочий цех, он погрузился в работу и стал ворочать оставленные на просушку доски в отапливаемом гараже. Через полчаса на работу подтянулись мужики, и во дворе застучали топорики. Под крышей ангара завизжал стальной круг настольной циркулярной пилы. И к этому времени Ефрем уже обдумал примерный план действий и зашел в кабинет к управляющему начальнику цеха попросить два дня отпускных по семейным обстоятельствам. Чем я могу вам помочь? Подошел к Ефрему продавец в хозяйственном супермаркете, куда он зашел после работы. Я могу вам помочь чем-то? Скажите, а у вас есть что-нибудь такое едкое-едкое, ядреное прям, чем можно было бы растворить органы, органическую ткань, а? Да, у нас есть хорошие средства от засоров труб. Не-не-не, это не то. В канализационной трубе там у меня крыса застряла. Мне надо бы залить сток так хорошенько, так что, чтоб тушку всю разъела там. И вышла она нахер. Хм. И продавец задумался. Ну, можно попробовать вот эту вот вещь. Ей можно размягчить ткани, а потом смыть слив. Но кости, кости же они все равно останутся. А это ничего. Я возьму сто бутылок. Хм. Большая крыса у вас, удивился продавец. А я от клинингового агентства. Крупный заказ на склад фуража. Там развелось всякого у них там. Уклончиво отвечал Ефрем. И продавец, понимающий, кивнул головой и повел Ефрема на склад. Резать мясо в домашней тишине было скучно. Ефрем на фоне включил радио с легкой, расслабляющей, знаете ли, музычкой. За окном слышался шум двигателей и проезжающих машин и громкое чириканье мелких пташек. Людей на улице в этот будний день почти не было. И только лишь однажды проходила какая-то бабка с тележкой, да и шарилась по дворовым мусоркам бродячая собака. И вот, когда весь ливер был порезан, Ефрем снова выглянул в окно и увидел эту облезлую шавку, которая что-то выискивала в кустах прямо под его окнами. Хм! Съест или не съест, собака? А если не будет есть, то придется же вниз мне спускаться. А если съест, а? Да по-любому съест. Эти даже за кусок черстого хлеба перегрызутся, подумал Ефрем и свистнул собаке и через форточку бросил на голые ветки кустов небольшой кусочек легкого. А? Ливер! И собака принюхалась, знаете, и тут же подхватила его пастью и начала жевать. Вот оно! Вкусненько! И вслед за первым куском легкого он кинул и второй. И через минуту под окнами Ефрема возникла еще одна дворняга, которой он выкинул кусок сердца уже. Он! Чем любить! И уже совсем скоро под окнами бегала целая стая из восьми собак. Они вынюхивали пропахшие мясом кусты, снег у дороги и эту узкую тропку через двор. А они все чуяли. И многие поднимали морды вверх и голодно облизывались при этом. Ефрем решил, что такая стая собак у его окон вызовет слишком много подозрений. Так что эту кормежку надо прекращать. Все! Фатит! И он выкинул собакам еще пару кусков и хотел уже закрыть быдло окно, как услышал с улицы громкий старушечий голос. Вот зажрались, свиньи! Тут людям нечего есть! Лапы куриные на ужин варю, а они мясом собак бездомных тут кормлют. Шо ж ты делаешь, сынок, а? Если тебе мясо некуда девать, так ты вынеси! Я то быстро его приспособлю там! И Ефим призадумался и говорит — Ливер будешь? — Хм! Так это ж самое вкусненькое! — А печень заберешь? — Хм! Ты еще спрашиваешь? — Сам бы попробовал, какие котлетки из печенки! — Хм! Знаешь, какие невкусные! — Да ты выноси! — спохватилась бабка, испугавшись, что если она сильно расхвалит вкусовые качества печени, свои коклетки, то Ефим решит готовить ее сам уже и передумает ей отдавать это все, самый цинус. — К подъезду подходи! И Ефим наложил бабке в пакет печенку и две почки в нагрузку сверху. И он понял, что те люди, которые едят вареные куриные лапки с магазина, они все ядные там, ничего не заметят, все выструт там. И он вышел из подъезда на крыльцо и наткнулся на соседа Акима, который курил под козырьком крыльца. — Здорово! — протянул тут руку Ефрему. — Привет! — уклончиво ответил Ефрем и поспешил сразу зайти за угол дома, чтобы сосед не увидел ничего лишнего. Но из-за угла навстречу Ефрему уже бежала эта голодная бабка. — Опять что-нибудь свиная-то? — громко прогундила она, сразу как увидела Ефрема. — Свиная? — Свиная, свиная, бабуль! — тихо ответил он. — Пошли за угол, а то увидишь сосед вон, он тоже хочет. Идем. И бабка сразу же все поняла, закрыла свой рот черноротой и молча зашла за угол дома. — Я тебе вон еще почки сверху положил. Вот! — протянул Ефрем ей черный пакет. От счастья бабка начала благословлять Ефрема и кланялась ему в ноги за его щедрость и доброту. — Мясо дает, раздает, значит. — У тебя же, если там еще будет еще там это, ты ж больше не выкидывай собакам-то, а? Строго пожурила его бабка на прощание. — Ты мне лучше отдавай. — Если что, я на вон той вон улице живу, на Тимирязевской, дом 25. Спроси Ефимовну, меня там все знают. Ефрем что-то сказал на это, отмахнулся от приставучей бабки и пошел обратно домой. — Никак свежину добрым людям раздаешь, — прищурился Аким и хитро как-то подозрительно подмигнул Ефрему. И Ефрем смутился, но виду не подал. — Да вот в деревне на выходных был, свинью зарезали, — сочинял Ефрем на ходу. — Дал мне этого ливера кучу. — Людям чужим, значит, раздаешь, да? А со своим соседом что, поделиться за подло, да? — Мясо-то есть на продажу, а? — Мясо, я бы взял у тебя вырезки, если со скидочкой предложишь. Снова подмигнул Аким. — На продажу больше нет, — натянута улыбнулся Ефрем. — Эх ты! — весело протянул Аким, предлагая Ефрему прикурить. — А как жена там поживает? Работу не нашла еще? — Все хорошо. — Уже не знал, что ответить Ефрем. И сделал вид, что не заметил протянутой ему пачки и прошел мимо Акима в подъезд. — А Акима такая холодность соседа несколько даже оскорбила. — М-м-м. — И он еще долго стоял на крыльце дома и размышлял, что могло послужить поводом для такого пренебрежительного общения Ефрема. И решил, что тот все же вспомнил про одолженный когда-то Акимом спиннинг, который тот уже было записал список своих вещей. — М-м? — М-м-м. — Надо бы уже и вернуть, — подумал Аким и почувствовал заочную горечь от утраты такой хорошей, но пускай и не его собственной вещи. А могла бы быть моей. — Не, наверное, он с женой своей поссорился. — Ну, я-то тут при чем, а? — Ведь я ж про жену спросил. Снова возмутился Аким и поднялся в свою квартиру. В квартире Акима царил болезненный полумрак, полупустота и затхлость запущенного жилища. Сехавшая четыре года назад от него жена, учительница начальных классов, вывезла половину своей мебели, оставив маленькой двушке потертый диван, советскую стенку, приданная, и старый кухонный стол с двумя стульями, на которых Аким позже поставил компьютер с пожелтевшим от времени пластиком корпуса. В пустых стенах спаленки с обшарпанными обоями на полу стояла большая плошка с давно засохшим фикусом. По углам стопки ученических тетрадей и дидактических материалов жены, которые за годы успели обрасти толстым слоем пыль. У, диктанты. Аким их не трогал. Да и вообще он старался не заходить в эту комнату, чтобы не столкнуться с былым, болезненным прошлым. Выкинуть весь этот хлам и ненужные оставленные вещи жены у него никак не доходили руки. Поэтому вся его немногочисленная одежда ютилась в стеночке по соседству со старыми женскими халатами, туфлями, платьями, полотенечками и сервизами, которые Аким не знал, куда применить. Но куда притеркнуть. И решил тоже оставить на потом, на всякий случай. Попытки найти новую спутницу для всех этих вещей в своей жизни он на время отложил. Тоже на потом, значит. Сейчас было лень кого-то намеренно искать и делать усилия над собой во благо другого человека, в необходимости которых он не сомневался даже. Наученный горьким опытом, он решил больше не сталкиваться с новыми скандалами. Не этими притеснениями, унижениями и умолешениями, с которыми он столкнулся в брачной жизни. Пока. Для этого еще будет время. Пока. Все эти смены гардеробов, пустая трата денег, вот это все, цветочный период, может быть, горы перелопаченной литературы по психологии отношений, и что там любят еще эти женщины. А пока хотелось плыть по течению и наслаждаться отведенным временем так, как хотелось именно ему, без всякого влияния посторонних людей. Это ж моя жизнь. В то же время такой ход собственных мыслей Акима крайне возмущал его. И он даже объяснял сам себе, что он уже вышел из того возраста, когда ему была интересна романтика вся и химия новых чувств. А растрачивание новых своих сил на подобные вещи – это дело пустое и неблагодарное. В подобной борьбе с самим собой и летели тихие годы Акима. И чтобы с головой не окунуться в грязное болото собственной прокрастинации, и тоски Аким предпочитал заниматься делами своих соседей. Там же ведь интереснее все. И коллег по работе в сервисном центре. А в ночь убийства Аким вернулся с работы пьяным и уставшим все. Забывшим весь этот день. У его коллеги родился сын там, и он счел просто непозволительным невежеством не обмыть это дело с виновником торжества в ближайшем шинке. Приполз домой он поздно, после чего завалился на диван, включил телевизор и уже очень скоро бороздил бескрайние просторы своих непостижимых алкогольных снов. На моем, моем седьмом небе. Шум в соседней квартире ненадолго вывел его из глубокой дремы, с пячки. Аким сначала не понимал, происходил этот шум в реальности или же звучал из динамиков телевизора. Откуда это все? Впрочем, он давно уже привык к ссорам и скандалам соседей и не придавал им особого значения. Где-то в перерывах между сном и реальностью, тонкую грань, между которыми Аким чувствовал с трудом, он услышал какой-то невнятный стук на лестничной площадке. И сначала он даже не понял, в чем дело там, пока не постучали снова. В какой-то момент он даже всерьез призадумался, что это стучат действительно к нему. Ну, наверное. Даже если это действительно было так, то никому открывать посреди ночи он уж точно не собирался. Не. Гостей он не ждал. Мы вас не ждали. А вы приперлись. А всякие социальные и коммунальные службы, они не ходят по домам в столь поздний час. А значит, неизвестный стук в дверь можно было спокойно проигнорировать. Спыть дальше. Вот так. И вот уже ближе к утру Акима разбудила подкатившая к горлу тошнота. И он пошел в туалет. Несовершенная система старых сообщающихся труб деревянных бараков имела свои минусы. При смыве нечистот в унитаз смытую воду из бачка, бегущую по канализационным трубам, иногда частично засазывала в канализационную систему соседней квартиры. Поэтому Аким очень удивился, когда увидел, что вода в его туалете немного потемнела, окрасилась в бурый-бурый цвет. Хм. Но времени на размышления не было. Надо было делать. Аким опустошил свой желудок, смыл унитаз и пошел на кухню выпить рассольчику. Бок ней ярко светили пластиковые плафоны, а на порожках противоположного здания одиноко курил дежуривший на участке суточник в синей фуражке. Все еще затуманенный разум Акима какое-то время выдавливал из себя клубок разрозненных мыслей, связанных с ночным шумом в соседней квартире. Стуком в дверь неизвестных гостей и красноватой жидкостью там, в унитазе. Но, впрочем, эти мысли позабылись им скоро. Нашего но. И только ближе к вечеру, когда Аким уже полностью отошел от мучившего его похмелья, он вышел покурить и встретился тогда с Ефремом, который рассказал ему, что привез из деревни забитую свинью. И в этот момент для него все сразу встало на свои места. Все выстроилось. Точно. Ефрем стучался ко мне ночью, чтобы Ливер мне предложить. А я же спал как та собака. Я же не открыл ему. И почему я сейчас у него не спросил, а? И, заварив чай на кухне, Аким встал у окна и подумал о жене Ефрема. Все-таки для Акима было в Женьке что-то свободное, да, и независимое. Быть может, даже да, что вызвало в нем неподдельный интерес. Что-то блядское было. Ну, конечно же, интерес был чисто околонаучный, психологический, добывальческий, значит. Аким вспоминал, как шесть лет назад про его активнейшем участие счастливые молодожены заселились в этот пусть и скромное, но зато свое, купленное в ипотеку жилье. Аким тогда уговорил Ефрема, чтобы тот специально выбирал жилплощадь подешевле и постарее. Через пару лет их дом планировали включить в программу расселения ветхого жилья, ведь. А они сами должны были обустроиться в новой панельной пятиэтажке в центре города, куда переселили бы жильцов с полуразвальных окраем. Как? Предусмотрительно. Как? Помог. И вот на следующий год после покупки Ефремом квартиры мэра города посадили за махинацией и зараспил бюджета на строительстве. На память о посаженном городоначальнике и его жилищной программе в центре города остались только серые бетонные стены там, недостроенного дома, торчат. А новый глава города ограничился только лишь тем, что перекрыл крыши нескольких старых бараков и поменял двери в подъездах. Ну, то, что быстренько. Тогда Акиму тоже показалось, что отношения между ним и Ефремом несколько охладели после этого. Мои советы. И ему стоило немалых усилий вернуть свою утраченную репутацию в глазах старого приятеля. «Ну, хоть на рыбалку пойдем?» И пока Аким пытался восстановить эти самые подорванные отношения, романтика и большие надежды недавно заселившихся молодожен, на ней полностью развеялись. Как и не было. Ну, я же все слышу через стеночку. Ушла короткая пора благополучной жизни. За соседскими стенами все чаще и чаще вспыхивали ссоры и скандалы все. Скоро и жена Акима она тоже поняла, что лично жизнь соседей увлекает его куда больше, чем своя собственная. Ему это интересно все. И какое-то недолгое время Аким погоревал об уходе жены, но потом спокойно вздохнул, выдохнул и даже порадовался тому, что его больше никто не пилит, а? Ну, не пилит же ведь по всякой ерунде вот это. И он может быть одиноким волком диким, одиноким странником среди этих сложных переплетений людских жизней. А вы живите там. И в некотором роде подобный альтруизм наполнил жизнь Акима каким-то новым, своим смыслом. И он даже было подумал, что наконец-то нашел в нем самого себя. Нет, определенно к Женьке его тянула не какая-то внутренняя животная натура, а исключительное желание посочувствовать ее тяжкой доле, подставить под ее голову свое крепкое мужское плечо, потому что Ефрем хоть несомненно и был хорошим мужиком, но на роль примерного семьянина не. Ну, никак не годился. А Аким, будь он подлым мерзавцем, наверняка бы мог составить реальную конкуренцию ее мужу. Ну, наверняка же, а? Уж точно Женька позавидовал бы тонкой душевной организации Акима. Ну, загляни внутрь, а? Внутряночка. Когда бы увидала на его комоде бережно хранимую свадебную фотографию. Вон, она. подаренную ему фотографом по случаю женить бы Женьки и Ефрема. Я все храню. Аким признавал, что с этой очаровательной улыбкой в этом белом тонком по фигуре платье Женька была особенно хороша. Лучшие годы. Дабы ухмыляющаяся физиономия жениха не смущала его, Аким во время мастурбации он даже заклеивал лицо Ефрема двумя кусочками синей изоленты, чтобы не смотрел. Конечно же, анонизмом Аким занимался только лишь исключительно для того, чтобы поскорее сбросить эту постыдную похотливую листву, которая неизменно должна возникать у любого здорового мужчины, к любой красивой девушке. И только после подобных процедур его разум освобождался от этих дурных мыслей. Сходила листва, а то он выросло. И он мог и дальше непривзято изучать психологические и поведенческие особенности своей подопытной. И вот после очередного похода в магазин Ефрем все же решил купить собственную коллекцию ножовок и приступил к более серьезным действиям. Но сколько можно мучиться, а? Весь оставшийся в его тазике ливер почти растворила едкая жидкость уже. И получившееся желе он порцией за порцией смывал в унитаз потихонечку. Работает жидкость. Ага. И единственное, что сейчас его подталкивало к решительным действиям, это желание это желание поскорее закончить эту рутинную работу. Забыть о ней. Спать Ефрем лег очень поздно. Он сомкнул глаза часа на три, а после встал и решил заниматься варкой холодца. Будешь холодной? Четыре больших алюминиевых кастрюли, которые он принес из гаража, как раз вместили всю порезанную плоть. О, уместилось, женушка! И чтобы заглушить этот неприятный запах человеческого мяса, в кастрюлю он засыпал побольше лаврового листа и поболее черного перца. И уже после обеда варево было готово. Готовый продукт поместился в пятнадцати банках. Вот она вся жизня! Таким образом Ефрем собирался пронести на городскую свалку части трупа, не вызывая сильных подозрений. Вся эта долгая возня окончательно вбила в голову Ефрема чувство бесконечной тоски и апатии. И он уже было подумал, не лучше ли будет убежать от всего этого куда-то подальше? Туда, в дикие дебры тайги, в глухую, выкопать землянку там и жить в ней до конца дней своих отшельником под толстым-толстым слоем зеленого мха, стрелять в лесу диких зверей и ловить рыбку. И никто тебе не будет вот это мозги пилить. Тайга все вытерпит. Ефрем почти был уверен, что Аким всегда наблюдает за его семьей. Он слишком часто сует нос не свои дела, а, следователь, подслушивает их Женька разговоры. А может и прямо сейчас стоит у своей стены он и пытается понять, что за возня происходит на кухне тут и в ванной соседа, и вместе с усталостью в голову начало пролезать паранойя. Я, я, я тут, а. А вдруг он что-то услышал той ночью, а? Ну, не мог не слышать. Хорошо, тогда почему не позвонил в полицию? Почему не пошел в участок, не высказывал всем свои подозрения? Может, потому, что у него нет весомых на то оснований? И где он был вообще в момент убийства, а? Послеобеденный полдень выдался на редкость теплым для этой ранней весны. На улице уже чирикали первые весенние птицы. Яркое солнце не морозило, а слегка согревало, подтапливая свисшие с крыши снежные шапки. Аким сидел на порожках дома, смоктал губами сигаретку и вздумчиво смотрел на сараи внутреннего двора. Такие же покосившиеся и прогнившие, как и сам дом, в котором он проживал там. Звук, хлопнувший двери подъезда, его испугал. И он аж подскочил от испуга и уставился на выходящего на улицу Ефрема с большим походным рюкзаком за спиной. Куда собрался? Здорово, сосед, протянул Аким руку Ефрему и как-то хитро сощурил глаза и покосился на большой рюкзак за спиной. Мне рановато ли для похода, а? Привет, нехоть отозвался сосед. Самый раз как раз, вон какая погода хорошая. Но все же, куда путь держишь, не унимался Аким. А ты? Ты чего не на работе, а? Так у меня отпуск, уже два дня как. Ну так это, куда путь держишь? Да на лыжах вон пойду, стараясь сохранять непринужденность, отвечал Ефрем. А рюкзак такой большой зачем? Рюкзак этот рюкзак это так балласт. Просидишь зиму в четырех стенах, а потом стариком вот это себя ощущаешь. А рюкзак с грузом надел, совершил марш-бросок по лесам, и снова школьные годики так и почувствовал. Ха, вот это ты здорово придумал, а? Потер руками Аким. А? А напрошусь-ка я с тобой вместе-то, а? Да на лыжи. Пойдем. Да сиди дома, Аким. Я далеко еду. Быть может, даже с ночевкой останусь. Так ты что, палатку взял? И молчишь? А? А что мне говорить тебя? Ну как это что? Удивлялся Аким. Бери палатку, старый друг, встаем на лыжи и айда в лес за приключениями, а? Айда. Не дожидаясь ответа соседа, Аким кинулся к своему гаражу и стал откидывать ногами снег от покосившихся заметенных ворот. О, как навострился. Его душу переполняла эйфория сейчас и восторженность от такой замечательной возможности вновь наладить теплые отношения со старым товарищем. Может, еще и Ливер удаст? Ефрем сильно насторожился от такой активности соседа. Никогда прежде, а? Он вообще не понимал, почему Аким проявляет к нему такой интерес и снова начал что-то подозревать. Хотелось послать куда подальше эту назойливую муху, а? Причепилась как-то гаунок, что она. Не отмахнешься. И молча убежать хотелось отсюда. Но такое поведение, скорее всего, вызовет у Акима еще больше подозрений. Растерявшись от подобного внезапного поворота событий, Ефрем выругался про себя и пошел открывать свой гараж. Пока Аким копался у себя там, Ефрем поставил на пол рюкзак, протиснулся между машиной и захламленными стенами своего гаража и добрался до антресолей старого серванта, сдул пыль с коробки своих лыжных ботинок и вытащил деревянные лыжи и палки из перекладин прохудившейся крыши наверху. Вспомнив про рюкзак, Ефрем уж хотел незаметно вытащить из него банки с маринованным салом и действительно положить на их место палаточку. Но крик готова к подъездке соседа вспугнул его и он оставил эту затею. Раздраженный Ефрем выкинул с гаража лыжи с палками, неохотно переобулся и снова закинул за плечи свой тяжелый рюкзак и закрыл пути ворота. Пока мужчины покидали черту города и вышли на лыжню, ведущую в сторону сплошной зеленой стены таежного леса, Ефрем уже успел десять раз пожалеть, что не дал Вакиму в морду, а? Тяжеленный рюкзак с каждым шагом все сильнее придавливал его к земле, к земелюшке, привыкай, значит, а? Он не рассчитывал на такую теплую погоду сегодня и обильно потел под толстыми слоями термобелья, свитера и зимней куртки. От усталости приходилось останавливаться все чаще, вновь и вновь, делая долгие перекуры и перевалы на отдых. Что, сосед, хватку совсем потерял, а? Еще только больше раздражал этот резкий Аким, пискливый. Обленился за зиму, да? Что, мышцы совсем расслабились? Ага, напряженно вздыхал Ефрем. Ты кирпичей свой рюкзак наложил там, что ли, а? Смотрю, я совсем он тебе нелегкий, идешь вон, как тяжело. Ну, повыкидывай, что ли. А есть такое, сказал уклончиво Ефрем и скинул рюкзак в сугроб и сел на ближайший пенек отдохнуть. О, передохнуть. Эх, надо было домой сходить, воды хотя бы взять. Без нее совсем беда, сказал Аким. А ты хоть поесть чего взял в дорогу? Ну, так. Слушай, что, я по осени с моим токарем Андрюхой на охоту в эту сторону ехал. Тут километрах в пятнадцати старошка охотничаешь есть, помнишь? Можно будет воды в ведре натопить там, приготовить чего из запасов твоих и переночевать там. Как ты говоришь, передохнем. Если поднажмем, то еще засвыдло там будем, заодно и переночуем там. А? Как тебе мысля? Ха-ха, да ты шо ебанулся, Яким, а? Не выдержал Ефрем. Я не попрусь в тайгу за двадцать километров. У меня вон уже спина рассыпается. Сейчас отдыхаем и обратно. Все. Не ну это не серьезно вообще-то. Не весело покачал головой Аким. Столько ж пройдено. Что только к лесу и сразу домой назад? Выдохли? Может присыпем пока рюкзак с твоей палаткой здесь, а? За деревом. Присыпем. А утром вернемся его и заберем. Ну зачем тянуть такое? А еду ко мне переложим. А то дома сидеть уже ну вообще сел нет никаких. Волком воем. Хочется ж тоже ведь развеяться. Так сказать вырваться из города. Воздухом свежим подышать. А мне как-то совсем не хочется. Мне на работу завтра. А подожди. А как же ты тогда с ночевкой ехать собрался? шо-то ты темнишь, дружище, а? Да ничего я тебе не темню. Палатку на всякий случай взял. Мало ли вдруг форс-мажор какой. Я ж всегда все предусматриваю. Знаешь же меня. Ну хочешь я твой рюкзак понесу? Вызвался Аким. Проеду половину пути, а ты отдохнешь пока. воздухом подышишь. А Ефрему уже ничего не хотелось, а? Он устал и выдохся весь. Он и сам успел уже подумать об охотничьей сторожке. Она стояла в лесной глуши на берегу речки, которой можно было бы вырубить прорубь и утопить все эти банки. Заморозить, как в том холодильнике. Никто не увидит. Но идею ехать туда он отбросил, потому что решил, что с таким грузом он до нее не дотянет. Не, не вытянем. Кстати, а че это ты один в лес пошел? А Женьку не взял, а? Спросил как-то мимоходом Аким. И Ефрем уже был готов к такому-то вопросу. А нет у меня больше жены. Нету. жены 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 Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. — Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. — Старичок, заходи на пикничок. — Каждый Божий день в восемнадцать ого не пропустите. — А на сегодня шо? — А на сегодня все. — Покедова, споки-ноки. — Чпоки, ага.